Я очень рад вас видеть снова. Разоревому монарху, который, тайно сойдясь наедине со страхом, открыл тон, на чем крепко держится власть. Страх, донос, предательство, слежка, легкое испытание на тыбе, изгнание, ссылка на север, на край земли. Он сумел построить на мутной жиже людских сердец приказ тайных дел, образцовое учреждение, в сущности священную службу. Спору нет. Денежные дела, хотя и с применением казни, шли у него плохо. Не обходилось без фальшивомонетничества, инфляции и банкротства. Но разве все великие государь и помазники божьи не были перед великими фальшивомонетчиками? Одним словом, чтобы прослыть монахам первой величины, ему не хватило лишь чуть большей смекалки, чуть более верных слуг, чуть большей злости и чуть меньшей страсти к деньгам. Стенька разен. Как вести себя с господами, так же, как господа ведут себя с рабами. И считал, что не родился еще человек достойнее его. Вечерами молодые казачки в деревне до сих пор поют под гитару о стенке разене. Но то, что творили их отцы и детья прямо здесь, всего-то 16 лет назад, они забыли. Давайте и мы забудем. Пусть гитары и пение принесут запвение. Пусть от этих звуков сердца запвение переполняется. В серебряный месяц в июльском небе над маленьким красным миноретом арен-посады я слышу, как девчонки тонкими голосами поют и на гитаре увенчат, и как лягушки в пруду трещат. Рассеянно думаю, одиноко вперевшись в степь о том мире, от которого я отрезан, о безработных Амстердама, о томе Муни, сидящем в калифорнийской тюрьме 15 или 18 лет. Что мы знаем об этом? Кто знает подлинный счет этим годам? О потрясающей победе всеобщей забастовки в Сарагосе вчера, в июне 34-го, о будущем съезде Объединенной Федерации Учителей, о свежей могиле, но есть ли на ней цветы, есть ли, о свежей могиле Коломана Валеша, о решетке на окнах, но есть ли на ней цветы, есть ли, о его жене Пауле в австрийской тюрьме. Молодые голоса звучат, не зная, о чем поют, не зная, живых и мертвых для которых поют, соединенные временем, цепями, пространством, и когда они возвещают о прибытии на далекие речные берега, расписных челнов, стенки разбойника, предводителя, героя, палача, палача, палачей, освободителя, я вижу, как на водной рябе восходит животворный призрак, варварской, убившейся слезами свободы. Стеньку колесовали 6 июня 1670 года возле Кремля, перед собором Василия Блаженного и Спасской башней. Когда стенки ломали кости, он рявкнул на своего трусливо причитавшего брата. Молчи, собака! Такими были его последние слова, гордые, единственные слова под ножом. Они пробились сквозь рейс переломанных костей, правые руки и левые ноги, истеприт губ, смешанные с кровавой слюной. Толпа выхватила их из-под вонючего эшафота. История сохранит их, как последние слова Христа. Но собаки не трусливые звери. Они отменно хранят свое собачье достоинство в этой сущей жизни. Мы веками дрессируем их по своему подобию. Молчи, трусливый братец, глядя на муки тех, кто сильнее тебя, лучше тебя, кто, умирая за тебя, умирает больше тебя. Признание. Это тоже из тыкла «История России», написан по поводу встанинских процессов. От лица большевиков, которые стали жертвами этих процессов. Мы никогда не были собой. У наших жизней чужие лица. Голоса, которые вам слышны. Голоса, так громко звучавшие над бурей чужие. Все, что вы видите, неправда. Все, что мы сделали, неправда. Мы совершенно другие. Мы никогда не имели своих суждений. Ни собственной веры не было у нас, ни собственных чаяний. Теперь у нас одна правда – отчаяние. Мы признаемся в безумном вырождении. Мы падаем в черное зияние, где веру предают и снова обретают в последний раз. Ни имен, ни лиц, ни сил, ни прошлого нам не дано, потому что все опустошено. И лучше бы мы не родились на свет, потому что ничего больше нет. Мы виновны и не можем быть прощены. Покрыты позором и в прах обращены. И мы знаем, что будем прощены. Верьте нашим признаниям. Возьмите, как и мы, обязательство полного подчинения. Клеймите наше предательство. Отброшенный бунт превращается в подчинение. Пусть гордятся те, кто меньше вложили. Пусть гордятся те, кто себя простили. Пусть гордятся те, кто больше вложили. Пусть гордятся те, кто не изменили. И если мы поднимали народы и трясли континенты, Стреляли по власти мущим, уничтожали старые армии, старые города, старые идеи Начинали все заново на этих старых грязных камнях, этими старыми руками, с теми скудными душами, которые остались у нас То нет для того, чтобы торговаться с тобой сейчас печальная революция Наша мать, наше дитя, наше плоть, наш обезглавленный рассвет, наша ночь, усыпанная звездами Наш непостижимый млечный путь, разорванный на куски Если ты предаешь себя, что нам делать, если не предать заодно с тобой себя Как умереть, прожив эту жизнь, разве что предавая себя, умереть за тебя Что могли мы сделать еще, кроме как встать на колени перед тобой в этом позоре и агоне Раз служа тебе, мы навлекли такую тьму на тебя Если другие найдут в твоем сердце, пронзенном тысячу раз, возможность жить дальше и сопротивляться тебе Чтобы спасти себя через 20 лет, через 100 лет Мы благословляем их, мы никогда не верившие в молитвы Мы благословляем их в наших потаенных сердцах Мы не способны уже ни на что Мы уже не принадлежим будущему Мы принадлежим настоящему целиком Оно кроваво и жестоко в своей любви к человечеству Мы кровавы и жестоки, как люди этой эпохи Топчите нас, кремите нас, наплюйте на нас, наблюйте на нас, истребите нас Наша любовь сильнее этого унижения, этих пыток и истребления Ваши чудовищные уста справедливы Ваши уста — это наши уста Мы — вас, ваши пули — это наши пули И наша агония, наша смерть, наш позор — ваши А ваша огромная жизнь в этих полях, паханных столетиями, навеки — наши И чуть-чуть другого еще поэта хотел бы я прочитать Это Владислав Шленгель, такой польско-еврейский поэт, который писал по-польски И погиб во время восстания в Варшавском гетто Мне кажется, он интересен тем, что он отразил какие-то комплексы и размышления Еврейской диаспоры во время войны Сначала он служил в полиции В еврейской полиции, которая была организована фашистами И которая, соответственно, прозирала всеми евреями Потом у него такая происходила медленная политизация И вот в его стихах все эти процессы очень хорошо отражены Две смерти Обращено к полякам, собственно, которые воевались фашистами Модлеца еврейского сообщества Ваша смерть, наши смерти, друг от друга так далеки Ваша смерть, могучая смерть, рвущая на куски Ваша смерть в тех терых полях, что потом и кровью сдобрены Ваша смерть, это смерть от пуль, со смыслом во имя Родины Наша смерть, дурацкая смерть на чердаках, в подвалах Наша смерть, как паршивый пес, ждет нас на тротуарах Ваша смерть, драгоценный крест, комьюнике, воззвание Наша смерть, как оптовый склад, зарыли и до свидания Ваша смерть настигает вас в открытом прямом бою Наша смерть надевает маску чудовищную свою Ваша смерть, обычная смерть, человеческая, нетрудная Наша смерть, поганая смерть, еврейская и паскудная Наша смерть, вашей смерти, дальняя бедная родственница Ваша смерть, встретив нашу смерть, даже не поздоровается И темной ночью в густом дыму, над городом в адской тьме Дведи смерти себя клянут, и великий свой труд вдвойне И видно по обе стороны стены, когда они бродят ввысью Подсматривая за хитрой и злой, одинаковой жизнью Пришло время, пришло время, пришло Ты долго пугал нас расплаты часом, но с нас покаянных Молитв довольно, теперь пред судом ты предстанешь Нашим и будешь молчу ждать приговора Мы сердце твое забьем, как каменьями, огромными страшными Обвинениями, отточены, как топоры и шашки Они взмоют ввысь с павелонской башней А в небе ты преступник великий Окутанный жуткой межзвездной тишью Все наши жалобы ты услышишь Все избранного народа улики Никаких долгов, никаких долгов И не важно, что ты нас во тьме веков Из Египта вывел на землю нашу Но теперь все иначе, да, все иначе Во веки тебе не простим обиду За то, что нас в руки подонкам выдал За то, что целые тысячелетия мы были тебе, как верные дети Валяясь с твоим именем вместо стона На мрамор амфитеатров Нерона Терпя всю древность и средневековье Лишь брань, побои, кресты и колия Ты сдал нас на милость орды казачьей И завет твой священный в прах растерзавший Огонь от гетто виселец тени Погромы, пытки и унижения Расправы в Треблинке и жизнь под Ермом Но мы вернем тебе долг, вернем Ты тоже от гибели не спасешься Когда мы на площадь тебя притянем Сто-долларовые монеты солнца Подкупить не сможешь охрану И когда палач грохочает Ужас тебя в душегубку Силком загонит Закроет в герметичном пространстве Пусть жаркий пар тебя Душит, душит Ты будешь кричать На стены бросаться А после всех пыток тебя прикончат Но прежде чем в яму столкнуть Зверепа Золотые звезды Берут их спасти А после сожгут И ты станешь пеплом Последнее стихотворение Шленделя Которое, собственно, написано Вскоре после начала восстания Которое расходилось на листовках Среди восставших И, в общем, сыграло Серьезную роль в их Попад немалый был ух Ну, это, да Самая известная стихотворение Шленделя Контратака Спокойно брели к вагонам Как будто им все противно По песке смотрела Охраня в глаза скотина Красивые офицеры шипят Мол, нервы в порядке Но копошится стадо И лишь для разрядки Хлыстом по мордасам надо Толпа на землю осела Прежде чем втечь вагоны Падали слезы с кровью В песчаный грунт А господа на трупы От нечего делать Бросали картонные пачки Варумсин юна рунт Потом в усыпленном Штимунгом городе Они, как гиены В рассветный туман слегли А загнанный скот проснулся И обнажил клыки На улице Милой раздался хлопок Жандарм, стоявший на карауле Сперва понять ничего не мог Пощупал руку с дырой от пули Не верил, здесь что-то не так Все ведь шло так гладко и просто Из добрых чувств по протекции Вернулись сюда с Восточного фронта Вот были деньки прекрасные Побыл в Варшаве Скотину гонял на транспорте Был призван к мытью хлевов И вдруг на улице Милой кровь Жандарм от ворот отпрянул Крича, меня подстрелили Но тут залаяли браунинги На низкой дикой павлинии На стертых ступенях Где старую мать Возили запатлы Асессовец Ханке Странно пузатый Как будто смерть застряла в кишках Как будто костью стал в горле пунт Кровавой слюной нахаркал В картонную пачку Юносин трунт В пыли золотые погоны Все вывернуто из мята Солдат в голубой униформе Лежит на грязных ступенях Еврейской павлинии улицы Не видя, как у Шульца и Тобинца Пули в веселой пляске резвятся Бунт мяса, бунт мяса, бунт мяса Мясо шевыряет гранаты из окон Мясо брыжет погровым пламенем Сопротивляется, хочет жить Эй, славно пулю в глаз засадить Это фронт, мои господинчики Это фронт дезертирчики Это фронт дезертирчики Хьер-тринг-мар-мер-кейн-бьер Хьер-хат-ман-мер-кейн-мут Блуд, блуд, блуд Скидывайте кожаные гладкие перчатки Прочь хлыстын Надевайте каски Утром будет в комьюнике Захватили кварталы Тобинца Бунт мяса, бунт мяса Хор мяса Слышишь, немецкий боже Евреи молятся в диких своих домах В руках сжимая камни и жерди Дай нам, Господь, кровавую битву Одари нас жестокой смертью Пусть наши глаза при жизни не видят Уходящие вдаль составы Но дай нашим дланям, Господь, запрыгать Их мундиры пеной и кровавой И покуда стон не сдавил нам глотки Дай разглядеть в их гордых руках В их лапах крепко хлысты сжимавших Наш простой человечий страх Распускаясь кровавым цветом С низкой смилой и мурановской Наши ружья сыплют огнем Это наша весна, наша контратака Запах битвы, глубже вдохнем Партизанские наши леса Под воротней дикой Островской На груди номерки висят Как метали войны еврейской И четыре багровых буквы пышем И давят тараном бунт На брусчатке в грязи и крови Валяется пачка юных синдрунт АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Предобразом сижу и ем Провидческие глюканаты Втираю в сердце адский крем Чтоб заблистали мои латы Крипторхиарх разворебрый Меня погладил по плечу Когда взойдет меркурий добрый Я свистну, верну и взлечу Русский язык-озорник Вложен в мой рот обермот Рад умереть я за них Кто меня, братья, убьет? Утром проснися, умойся говном В жопу засунь золотой метроном Вскользь улыбнися, в заре поклонись Череп разбей, а потайный амвон Навзничь прострися, звонко просвися С миром простись и выбежи вон Мамка мне горчишники поставила Октябровою вдохнула хмурость Выпила за родину, за Сталина Огурцом соленым поперхнулась Мамка пьет, как папка пил бывалоча С лёгой лкасым и с дедой Вовой В тупзалец ходила, проплевалася А потом по новой, блядь, по новой Мне же спину жгут газетки хуевы Внутреннее чувствую сгоранье Гадом буду, мне подобной уебе Ощущать не приводилась ране Цело всё раздулось, как у мамонта На щаках смертельная рубинность Мамка, мамка, я же сдохну, маменька Нихуя не слышат, отрубилась Вот как алкогольные напиточки До трагеды порой доводят Утры нуль-нуль откинул я копыточки Уся родня сбежалась, мамка воет В гробе я ляжу с печалью думая Помер мамка, помер твой рабёнок Видишь, мамка, таки врезал, думая От харчишников твоих ябёных О, вынь мне глазки из меня И новое, новое вставь И тогда я увижу, что вокруг не хуйня Осладимая звонная ядь Я увижу, что чёрный мой пламень погас Вспыхнет солнце любви И тогда ты в меня заложи свой фугас И взорви, и взорви Ты поди, бля, посмотри, бля Схожа телом с буквы йод На развалинах путивля Птица белая поёт О, не столь же ль говнотворно У ебожества твоё Сколь перо моё проворно Сколь крыло легко её Когда Тима играл мне на лире Был инсайт у меня Что всё в мире хуйня Не хуйня только то, что не в мире Ну хорошо Колыбель мою качала Ольга Седокова И симфония звучала Из бого Ольгова Я потом немножко вырос Свой нашёл манера И завёлся в меня вирус Ростом с Люцифера Вот теперь я и не знаю Как же меня быть Воспалить к злотому раю Или в ад пойти Заебался быть я хой Культовой фигурой Я хотел бы быть Ильёй Или ёптить Нюрой Чтобы встать, ебёноть, в шесть Пойти на работу Чтобы там в столовой съесть Вкусного компоту Не дремать в сиянье дня Не пердеть уныло А увидевши меня Думать вот мудило Аплодисменты Остепляя памяти Пригова Который был написан При жизни Пригова Иногда мне кажется Действительно всё правда Но потом внезапно Вдруг нет Совсем хуйня И тогда уж кажется Всё совсем неправда Это просто бесы Потутали меня Что же это действительно Что же это такое Что же за такое Ёбаное в рот Но иногда мне кажется Всё совсем другое И тогда действительно Всё наоборот Голос мой прелестный Смех мой озорной Флюгер мой небесный Компас мой земной На углу Тверской Юнской И каменного моста Как-то ёбнуло Тоской Жертву Холокоста Ты шепни мне Брянский лес Подскажи Отчизна Нету ли случайно Здесь Антисемитизма Аплодисм Нету ли случайно Стишок, который интересен, наверное, только литературной тусовке, но попробую его прочесть. Персона, именуемая в этом стихотворении, это известный критик Виктор Леонидович Топоров. Покровеют закаты, близок общий катут, Либеральные гады Топорова ебут, Колят когтем железным и зубами грызут, И вершат над полезным свой неправильный суд. Отбивается светоч непрерывно пиша, Все-таки надо их вешать, как ты думаешь, а? За их подлый мемесис, за их дискурс гнилой, За их чуждый генезис, весь пронизанный мглой, За урок, что им задал их рогатый мессиё, За верчение задом, за хорошее всё, Чтоб они не вершили никакие суды, Чтоб пикмак не крошили в патриаршье пруды, Чтоб их волчья порода не пятнала земли, Чтоб они Топорова никогда не ебли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Лысый, лысый, конопатый Зумрак сонный, день деньской Сокол ясный, царь морской Пидор гнойный, гусь хрустальный Лук духовный, торт миндальный Клен кудрявый, лист резной Гроб комфортный, заказной Куратор дней моих, паук-тучегонитель Мне дигитальную пообещал обитель Где пневмотетерев и техно-соловей Беспроводной пиар мутят в кругу червей Где толерантного указом пармаклота Комету ловят в сеть и вешают пилота Абьюзом согрешил пять раз водитель звезд На дальнем пираже, хватая их за хвост Медведю мертвому цыган читает милно И шахер с махером с икон глядят умильно Я норму выполнил, остростотерпный мень Я узник совести, поставь мне трудодень Матвей Семенович правый выбирал Себе штаны он дважды обосрал Один раз в юности, когда его в пупок явли Другой раз в зрелости, вкушая соль родной земли И это б еще было полбеды Но не нашлось в России для него воды С тех пор засратым так и ходит он И это в принципе, конечно, мавитон Но кал не чуем, он рассеян и растерт И либеральное влияние растет Субтитры создавал DimaTorzok В ночь, когда меня ждала черная работа Полилась из недр ебла серная икота Извергая нефть и кал, размыкая дуги Я культурно проекал четверть калиюги А теперь гляжу вокруг, все переменилось Издает приятный хрюк его сучья милость Только тот резов и крут Кто блюдет его кашрут У всех прочих дрист и рвота И поэтому все жрут странное чего-то Я не буду больше быть Погасай, моя конфорка Только дайте мне попить, граждане комфорта Дайте чашу мне добить, граждане комфорта Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Так, сейчас На меня он посмотрел Я мяукнул и прозрел Ну все, я дам вам спасибо Спасибо поэтам за стихи Мы, кстати, здесь думали о том, чтобы экспертам позвать Ольгу Седокову Но что-то не сложилось Переходим к вопросам По традиции Уже много лет одну и ту же записку пишет один человек И даже если его нет, он все равно пишет Когда она была написана, его не было Но будем считать, что это его рукой В чем, пишет Данила Давыдов На ваш взгляд, на ваш взгляд, ваша полюсность Тут еще, правда, перефразировали Так ли вы уже, так ли вы уж, по вашему мнению, полюсны? Вот, Кирилл? Ну да, я считаю, что, конечно, полюсность налицо Мне кажется, что, как бы, что, вот, Кирилл Шишбрянский, он пытается, пытается подрывать дискурсы А я пытаюсь их утверждать Ну, я думаю, что я отличаюсь от Кирилла Медведева Например, тем, что я иногда думаю, что за полюсность хорошо бы приплачивать, как за северность Вот В этом, прежде всего, я думаю, она заключается Спасибо, но теперь у вас записки индивидуальные Кто первый опять на них? Да, отвечать особо не на что, честно говоря Две записки какие-то абсолютно идиотские Ощущаете ли вы при движении конца света? Я вообще об этом не думаю И, что говорят, мало ли все слышим на эту тему Кто Эдвард Гог, а кто Магог? Я надеюсь, что Кирилл обычно это ответит Я тоже как-то не думаю Вот Вопрос такой Кирилл, зачем вы спекулируете на недостаточно изученной вами истории России? Это что касается стихотворения о романах XVII века Это стихотворение моё Это стихотворение Виктора Сержа И, честно говоря, мне кажется, что у Виктора Сержа, как у, в принципе, у субъекта русской истории Было бы больше право об этом писать, чем у автора этой записки Возможно, я ошибаюсь Спасибо Кириллу Ну, теперь, значит, вот Брянский ответит Вот, обожаю такие вопросы Зачем вы связались с подонками из ядра и Раша Ру? Это изысканная игра или политический выбор? Обожаю такие вопросы Но лично мне подонками, скорее, кажется, некоторые другие люди иногда Сейчас не буду подробно распространяться на эту тему А вообще характерно, что этот вопрос задан с позиции некого праведного суда И вот на это я отвечаю по-еврейски вопросом на вопрос Крибоедовской фразой О суде кто? Хотелось бы посмотреть Ваши отношения к традиции Теоретически и практически Ну, я понимаю, да Ну, про некоторые традиции Например Про какие-то определенные научные традиции Относящиеся к той парадигме, в которой я работаю Я готов прочтить лекцию, но это здесь было бы неуместно Это что касается русскоязычной стихи русского поэта Ну, если знаешь какие-нибудь словечки, то их вворачиваешь Иногда бывает смешно Так, кто ГОК, а кто МАГОК Это, я думаю, что это должны разобраться ГОК и МАГОК Но поскольку это наименование метафорическое То есть если сказать, что Медведев МАГОК, а я ГОК То понятно, что это метафора Есть реальные ГОК и МАГОК Вот пусть они нас назначают своими аватарами Я, кстати, думаю, что автор записки про Рошеру Хорошо знаком с ГОКом и МАГОКом Он может у них спросить Входите ли вы в основной корпус современной поэзии? Если да, то кто вас туда ввел? Мне бы хотелось, чтобы мои стихи вызывали такую бурную реакцию Как эти вопросы Еще одну фразу не разбираю, простите Просто почерк не разборчивый Я думаю, что нет, не вхожу в основной корпус И никто не вводил Так, почему-то в двух экземплярах Как будто под копирку, таинственная история Так, и последнее Кирилл, а как насчет ваших финно-угорских студий? Они для вас до сих пор актуальны? Вопросительный знак Или кесская проблематика? Да, все актуально Честно говоря, интереснее, чем стихи Если у вас какие-то проблемы Советую выйти в выходной день в составе группы антифашистов На вечернюю Мясницкую возле кафе Муму И позлой аккомпанемент гудков за спиной двинуться по проезжей в сторону центра Выйти на прекрасную пустую лупянку Проходя мимо ФСБ Подумать о том, что когда-нибудь мы пройдем здесь так Что ничего не останется от этой вонючей цитадели Обогнуть ее слева Удивиться тому, что охрана никак не реагирует И чуть ли не отдает вам честь Стоять до Кузнецкого Под крики Свободу Денису Солопову И тон-стоп антифа Ощутить с легкой эйфорией Что центр сегодня наш Возле приемной ФСБ Увидеть, как товарищ опрокидывает железное ограждение Как на него кидается полицейский Как те, кто рядом оттаскивают полицейского Пройти по Кузнецкому Удивляясь, почему же все-таки Все так расслаблено сегодня Выйти на Тверскую Нагло втридцатером Перегородить одну сторону Тверской И, наконец, заметив ментовскую машину За спиной рассеяться На подходе к охотному Имейте в виду, что все это, конечно, не панацея Но вообще не лечение Это самоцельные политические акты И ничего больше Так что, если у вас какие-то проблемы То через некоторое время Все равно придется искать решение Но антидепрессанты уже не помогут Психотерапевтические сеансы не помогут Не поможет все то, во что вы зарываете Своей жизни, считая это печальной Но единственно возможной Участью свободного человека Я знаю, я буду в аду Заслуженный деятель искусств Мне дадут золотую дуду И посадят под розовый куст А если дьявол, хозяин всего На меня наедет Ты плохо дудишь Снизит Бог и скажет Не трогай его Это мой шиш Спасибо По-моему, замечательно Спасибо Неформальное общение Аплодисменты